В сети наконец появилась дата анонса флагмана Redmi, а также подтвердилась практически вся известная информация о новинке. Однако у китайцев есть еще один туз в рукаве, помимо ожидаемого ценника. Обязательно досмотрите этот ролик до конца, там я расскажу об одной крутейшей фишке, которую получат пользователи Redmi K20 Pro. Меня зовут Кирилл, вы на канале Копипаста, поехали! Итак, как говорится, давайте с места в карьер. Компания планирует представить сразу две версии смартфона – Redmi K20 и Redmi K20 Pro. Отличия, как сообщает источник, одно – процессор. Младшая версия будет работать на базе процессора Qualcomm Snapdragon 730, в то время как старшая – на 855-м снэпе. Остальные спецификации будут одинаковые. Устройство получит 6,39-дюймовый AMOLED-дисплей со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и выезжающую фронтальную камеру с разрешением 20 Мп и диафрагмой 2.0. Количество оперативной памяти будет варьироваться от 6 до 8 ГБ в зависимости от выбранной модификации. Смартфонам приписывают наличие NFC-модуля для бесконтактных платежей Google Pay и 3,5-мм разъем для наушников – последний, к слову, редкость в современных смартфонах. А еще в сети появилось изображение защитного чехла Redmi K20. За эту картинку опять-таки спасибо SEO компании и бренда. На чехле изображен динозаврик, извергающий пламя. Как раз вяжется с названием «Большой дьявол». Именно так его окрестили сотрудники компании. Видимо, кто-то не может определиться. То это «Большой дьявол», то «Убийца флагманов». Кстати, в предыдущем ролике пользователь с ником Айдамир Куйжев написал интересную мысль. А ведь правда, получается, что K20 Pro – это убийца убийцы флагманов. Забавненько. А вот об аккумуляторе новости опять-таки подтвердились. Какой-то день подтверждения слухов. На своей страничке в социальной сети Weibo Лу Вейбинк опубликовал данное изображение. Из него становится ясно, что емкость батареи составит 4000 мАч. Ну а что надо такому аккумулятору? Правильно, быстрая зарядка на 27 Вт. Тут такую тоже завезут. И помимо, скажем так, достойной емкости, компания планирует поработать над оптимизацией энергосбережения системы при помощи искусственного интеллекта. Как это будет работать на деле, узнаем совсем скоро. А если точнее, то уже в конце этого месяца, 28 мая. Об этом четко гласит надпись на официальном постере компании Redmi. Так что ждать осталось совсем немного. Кстати, довольно интересный факт. В виде приглашения компания рассылает коробки с крайне агрессивными изображениями. А внутри, да-да-да, боксерские перчатки. Компания изначально выбрала бойкую стратегию. На них изображен тот самый большой дракон и фразы «Нокаут, чего бы это ни стоило, всегда в бою, бросать вызов несправедливости». И такие лозунги были бы чересчур многословны, если бы не один факт. Цены смартфонов. Не так давно по сети гулял слух о том, что ценник Pro-версии будет ниже 400 долларов. Увы, но мечты о топовом железе за приятные деньги разбиваются о скалы реальности. Версия, оснащенная 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами флэш-памяти, будет стоить примерно 434 доллара. А старшая версия, оснащенная 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами флэш-памяти, обойдется желающим в 477 долларов. И это уже не так вкусно, особенно с поправкой на существование Xiaomi Mi 9 за 450 долларов на старте продаж. Но что же, посмотрим, кто в итоге будет прав. Не так давно генеральный директор Redmi Лу Вейбинг подтвердил в социальной сети Weibo информацию о камере девайса. К20 получит три датчика. Главный на 48 Мп с диафрагмой 1.7, второй на 13 Мп с диафрагмой 2.4 и третий на 8 Мп с диафрагмой 2.4. Надеюсь, хотя бы один из них окажется крутым широкоугольником. Лично мне нравится этот тренд 2019 года. Кстати, помните, вначале я говорил о крутой фишке? Основная камера получит функцию замедленной съемки со скоростью 960 кадров в секунду. И можно было бы сказать, что Redmi просто набивает себе цену, но судя по опубликованному видео, это просто вышка. Замедление работает круто. Но, скорее всего, такое замедление будет доступно только в разрешении HD. А вы хоть раз пользовались функцией слоумо в вашем смартфоне? Насколько я помню, я включал ее один раз, практически полностью бесполезная вещь. Как считаете? Ваши мысли по этому поводу я, как всегда, жду в комментариях. Обязательно их все прочту. А на этом у меня все. Чтобы не пропускать новые видео, советую подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочку найдете в описании. Ну и лайк с подпиской тоже приветствуется. А вы были на канале Копипаста. Меня зовут Кирилл. До скорого. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...